И последнее в программе на сегодняшний день это испытание новой сковородки титановой, которую мы купили на распродаже в эту черную пятницу. Вот сейчас мы ждем когда прогорит огонь, нам нужны угли. И вот что интересно, печка достаточно долго стоит здесь и она не палит мох. Вот я ложу руку и она не жрет руку. Это печка соло столб. И вот огонь ушел, остались только угли. Это то, что нам надо. Сейчас посмотрим. Я вообще сомневался достаточно долго, нужна ли нам сковородка для выживания. То есть у меня все сводилось именно к варке. Но все же пришел к выводу, что сковородка нужна. Соль, специи. И все эти дрова были наколоты рекламскаутом. Ребята, если есть возможность приобрести этот нож, приобретайте, не пожалеете. Это монстр. Ребята, какие рестораны. Посмотрите на эту природу. И на эту вкуснятину. Пока у нас горит огонь, Тамара подготовит все для блинов. Все для блинов. Делаем яичко, соль. Чуть. 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 Это у нас сахар. Ложечка маленькая. Я положу полторы штучки. Хорошо будет. В чашку разбила яйцо. Немножко сольки и сахара. Сахар идет по вкусу. Взбила немножко. Наливаю воду. Воды много не надо. Так. И обязательно чшить масло все. Это все надо хорошо располотить. До того, как пойдет мука. Сейчас насыпаем муку. А сколько муки? Муки. Смотрим, сколько сыпать. Вот я насыпала две ложечки. Сейчас буду колотить и смотреть по густоте. Какая должна быть густота? Густота густее сметаны. Чтобы можно было выложить на сковородку. Так, еще добавляем. Раз. Два. Уже получилось четыре ложечки. Ложечки. И теперь хорошо вымешиваем. Мешаем очень тщательно, чтобы не было комочков. Состояние нашей смеси должно быть как густая-густая сметана. Можно и без яиц. Если по выживанию, можно и без яиц. Вода, соль, сахар. Этого тоже достаточно. Вместо хлеба. Так, сковородку. Ставим на разогрев сковородку. Огонь нормально идет. А для чего эти щепочки мелкие? Если будет затухать огонь, не так как мне надо. Я буду по одной штучке добрасывать. Но это я буду смотреть по огню. Сковородка супер. Я ее обожаю. На ней ничего не пригорает. Очень хорошо все готовится. Просто супер. Так. Вот разогреваем и делаем. Больше добавим. Вот она жарится. Водим кольца. Когда можно свернуть легки. Смотрим. Можно переворачивать. Смотрим. Блинчики. Вот в одну тарелочку. Заглубком. Одну. И вот эту паузу. Блочкой паузу. Заглубком. И еще. Вот огонек, отличный пошел огонек. Ничего не добавляем. Все готовится хорошо. Выкладываем. Блины тоже не стоит пережаривать. Может кто-то любит, но не стоит. Они должны быть розовенькие, золотистые. Этот процесс продолжается, пока вот эта чашка у нас не станет пустая. Но она уже практически... Пустая на два человека. Пустая. С головой. И теперь мы готовим себе суп куриный Mountain House к блинам и мясу. Готовится он очень просто. То есть для этого пакет открывается. Внутри зиплок, он раскрывается. И внутри надо найти поглотитель кислорода. Обязательно удалить его оттуда. И дальше нам нужна кипящая вода. Вот такая чашка. Мы ее выливаем в пакет. И закрываем пакет опять на зиплок. И ставим его на 10 минут. Можно слегка перемешать. Сам пакет взболтать. И вот это все приготовление. И вот прошло 10 минут. Тома открывает пакет. Ложкой слегка размешивает. Достаточно, я думаю, мешать. И далее переливаю чашку. Ну что, этот суп больше похож на кашу. Они это называют супом, но, в общем-то, я не вредный. Съедим и такое. Вкусно? Нежный, вкусный. Там очень много овощей. Хорошо. На этом мы будем заканчивать обзор. Всем благ. Здоровья. Берегите себя. Be prepared. Субтитры подогнал «Скорб responder» заommy. Продолжение следует. Продолжение следует...